Духовный рост Я хочу несколько мест священного писания прочитать, на которые мы могли бы задуматься и для себя понять или, может быть, размыслить, какой у нас сегодня духовный рост, как нам возрастать и вообще нужно ли нам дальше расти. Я хочу первое место прочитать, это записано в первом послании Иоанна, вторая глава, с 12 по 14 стих. Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукава. Пишу вам, отыки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны. И Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукава. Вы знаете, что в духовной жизни, точно так, как и в физической жизни, есть рождение и есть рост. И мы должны понимать, что мы также духовно должны расти. И здесь Иоанн, я думаю, каждый из вас понимает, что, во-первых, он это пишет к христианам, то есть верующим людям, те, которые рождены свыше. И это не просто может быть здесь в категории разного возраста людей, не физического, но я думаю, в каждом уровне, что это к духовному относится. То, что каждый здесь находится на разном духовном уровне. Кто-то, может быть, еще младенцы, кто-то дети, кто-то уже южи. И то есть мы должны сегодня переходить из одного возраста в другой, расти, возрастать духовно. И, знаете, показатель сегодня духовного возраста не является то, что я сегодня хожу 20, 30, 40 лет, сижу на лавочке, церкви. То есть это не духовный возраст, но духовный возраст познается таким, и плоды приносим, и что мы делаем. И мы точно также знаем, что, может быть, в нашей физической жизни мы видим человека, когда рождается, он младенец еще, он еще ничего не может, за ним нужен только уход, за ним нужна забота, ему нужно помогать, кормить его. Дальше он возрастает, уже может говорить, ходить, что-то самостоятельно делает. Дальше он становится подроком, потом, может быть, начинает что-то уже сам делать, но у него не хватает еще мудрости, не хватает знаний, ему необходимо учиться. Дальше юноша, да, он уже что-то много понимает, он, может быть, еще не различает, может быть, что-то прошлое, зло не хватает у них, какой-то мудрости, и не все им можно доверять, не все, то есть не они несут, может быть, каких-то обязанностей. И дальше уже человек становится взрослый, который может нести обязанности, делать что-то для себя и также для других, который может и учить, и воспитывать детей. То есть человек, который уже достиг мудрости, достиг познания, и он может самостоятельно жить и другим помогать. И мы понимаем, когда человек, если мы видим, что ребенку 5 лет, а он еще не может ни ходить, ни говорить, что что-то с ним не так, может быть, какая-то болезнь, почему он не развивается. Точно так, когда мы видим человека, которому, можно сказать, лет 40, а он еще бегает на улице играть с мячом, то что-то здесь не так, почему этот человек не развивается, и почему он не растет, что, может быть, какие-то проблемы. Точно так и в духовной нашей жизни, если мы выходим, только познали Господа и на этом уровне, мы остаемся всю нашу жизнь, то что-то с нами не так, мы должны искать причины и должны расти духовно. И, знаете, Павел тогда писал, приходя по цикам, он встречался с такой же проблемой. Например, когда он в первой главе, в первом послании Коринфина, он пишет, да, что вы не имеете никакого недостатка дарования, то есть он не видел никаких недостатков, но в следующей, в третьей главе он уже пишет, что, третья глава, второй, третий стих, он говорит, «Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские, ибо есть между вами зависть, споры и разногласия, кто не плотские ли вы, и не по человеческому ли, а вы еще и поступаете». И для меня здесь слово «плотские» — это, во-первых, люди христиане, которые, может быть, приняли Иисуса Христа к своему спасению, которые рождены, можно сказать, духовно, но почему-то по какой-то причине продолжают жить, угождая своей «плотской», можно сказать, тому старому. То есть, ну, по плоти, живя по плоти, поступая больше времени, выделяющему плотскому, нежели духовному. То есть тот человек, который до сих пор живет во плотской природе, который, может быть, следит больше для него, что-то интересное сделать плотскому, нежели развиваться и расти духовно. И здесь апостол Павел говорит, что «я воспитал молоком, так как вы твердую пищу даже еще не могли принять». Я думаю, это его даже, может быть, и разочаровало, потому что он принес, может быть, что-то им, весь какой-то более для них, что-то важное, которое он бы им говорил, но они бы все равно его не понимали, потому что они еще жили по плотскому. И дальше я еще одно место прочитаю, это будет уже «Киеврей». Пятая глава. Двенадцатый по четырнадцатый стих. «Ибо, судя по времени, вам надлежало бы учителя, но вас снова нужно учить первым началом слова Божьего. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий питаемый молоко не следующее в слове «правда», потому что он младенец, твердая же пища, свойственна совершенной, у которой чувства, навыков, приученные к развлечению добра и зла». То есть здесь апостол Павел тоже, он описывает, и он говорит, кто такие младенцы, которые еще не понимают даже, что такое добро и зло. И здесь он описывает, что они не могут принимать твердую пищу. Конечно, я бы не хотел, чтобы мы находились в таком возрасте, когда мы ходим в церковь, но мы до сих пор еще младенцы, потому что мы не понимаем, что такое добро и зло, мы не понимаем Слово Божие. Я думаю, это очень большая проблема. И здесь апостол Павел, он описывает, и он говорит, что таким людям еще не запас давать воду, потому что им нужно одно молоко. И дальше я хочу прочитать то, что Петр, который говорит это первое, послание Петра, вторая глава, с первого по пятый стих, он говорит так здесь. «Итак, отложите всякую злову и всякое коварство, и лицемелье, и зависть, и всякое злословие. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое Словесное молоко, дабы от него возрастать вам во спасении. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему камню живому, человеками отверженными, но Богом избранным, драгоценному. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Иисусом Христом. Во-первых, здесь апостол Петр обращается к людям, можно сказать, к вершим людям, и он их просит, чтобы они оставили зависть, лицемелье, оставили злословие, чтобы у них такого не было. И в пятом стихе он говорит, что мы должны сами, как живые камни, устрояли из себя дом духовный. То есть мы сами должны заботиться о своем состоянии и трудиться именно, чтобы нам сегодня возрастать, переходя от одного возраста к другому, чтобы мы не ходили, можно сказать, 20 лет церковь, и оставались младенцами. Потому что он дальше говорит, что мы должны приносить духовные жертвы. Я не думаю, что еще оставаясь младенцам духовным, можно приносить духовные жертвы. Нужно постоянно в этом расти, и именно духовный рост, он определяется, какой сегодня плот мы приносим. Потому что мы знаем, что человек, который уже взрослый, он может стать физически, может трудиться, что-то делать, что-то создать, что-то создавать, может учить других, но младенец этого не может. И точно так и в церкви мы должны искать, что мы сегодня можем делать, чтобы нам расти. Нужно пребывать в Слове Божьем в плане, как и самое, только, можно сказать, начало. Но нужно идти дальше, двигаться дальше, чтобы нам расти. И действительно сами из себя расстроять дом духовный. И тем самым служит Господу, и, как здесь написано, приносить Ему жертвы, благоприятные жертвы духовные. Я думаю, для нас это очень важно сегодня понять, либо я сегодня в каком вообще духовном возрасте я нахожусь, либо я сегодня как младенец, который требует, может быть, только к себе внимания, требует защиты, ухода, какой-то помощи. Либо я уже духовный человек, зрелый, который может трудиться, который может нести Слово Божие дальше, учить людей, учить, может быть, детей, чтобы они принимали Слово Божие, показывать примером, приносить какие-то плоды. Я думаю, очень важно сегодня начать о своем вздуматься в возрасте и определить, на каком сегодня я, в какой категории я ношусь. Либо я сегодня еще ребенок, который только может быть встретился со Христом, который Бог простил грехи, или я уже юноша, которого, как здесь Иоанн пишет, юноши, вы сильны, потому что вас пребывает Слово Божие, и вы подбили лукава. Сегодня могу ли я сражаться с дьяволом, сегодня я имею ли эту силу. Или сегодня, может быть, мы уже на уровне отца, который познанет изначального, и можем показывать, может быть, примеры, и дальше нести Слово Божие. Мы должны определиться на себя, каком мы сегодня стоим в духовном возрасте, и задуматься, что нам нужно делать, чтобы расти дальше, чтобы двигаться. Потому что, ходя всю жизнь, может быть, церковь, и оставаясь всего лишь в категории младенцев или детей, я думаю, это очень печально и даже обидно, когда, как и Павел ходил и говорил, что вот вы церковь, у вас нет никаких недостатков, но они их называют еще младенцами, которые еще не могут даже понимать твердую пищу. И поэтому сегодня мы уже вами можем молиться, чтобы нас Господь вразумлял и дал нам понять, что нам дальше делать, чтобы мы могли трудиться в церкви. И действительно, через это растим духовно и работая постоянно над собой. И пускай каждого из нас Господь благословит и поможет нам понять, где мы сегодня находимся, в какой категории. И хватит нас кормимся и поможемся, обратимся к нашему Господу. И мы за все славу. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 Спасибо.